Друзья, кто из вас давал тест, к которому вы на самом деле не были готовы? Поднимите выше вашу руку, потому что я хотел бы увидеть, кто в зале что-то недоговаривает. Я думаю, мы все когда-нибудь писали контрольную, к которой не были готовы. А что происходит, если мы не готовы? Наш результат не очень хороший. А что, если в спортивных соревнованиях команда не готова сразиться со своими соперниками? У них не особо получается показать хороший результат. Кейси и Трэвис подтвердят, что Оклахома и не знала, что ее ждет. Когда ей выпало сразиться с Алабамой, они не были готовы к настоящей атаке. Их застали врасплох. Нельзя расслабляться, когда речь идет об Алабане. Они быстро набросают вам 21 очко. К таким соревнованиям нужно готовиться, и если бы они были готовы, то, возможно, исход игры был бы совсем другим. Мы должны тренироваться. Также должны приготовиться должным образом, чтобы нам войти в этот год с хорошими результатами. Кто из вас ожидает хороших результатов в 2019 году? Все ожидают. Мы должны приготовить себя к этому. В уставе бойскаутов Баден Паул написал, «Быть готовым означает, что в своем разуме и теле вы всегда находитесь в состоянии готовности выполнять свои обязанности». То есть вы готовы всегда. Но на примере бойскаутов мы увидели, что кое к чему они не были готовы. Что против них выступит либеральная культура. Они были готовы делать то, что они делали всегда, но столкнувшись с тем, с чем они не сталкивались ранее, они проиграли, потому что не были готовы. Сейчас в бойскаутах даже нет определенности, должен это быть мальчик или девочка. Они даже не знают, как определить мальчика-то или девочка. Или они не были к этому готовы. Враг вошел в эту сферу и взял там все под свой контроль. Это же касается и нашей жизни. Мы не можем войти в Новый год с таким подходом, что это будет такой же год, как и все. Этому не стоит готовиться к чему-то. Кто знает, может в этом году нам предстоит столкнуться с чем-то, с чем мы никогда раньше и не сталкивались, и мы должны быть к этому готовы. Итак, нам необходимо понимать следующее. «Есть свет и есть тьма». Разумеется, мы ценим свет. Имеется в виду свет Божий. Но мы также знаем, что есть и тьма. Есть право и есть лево. В Библии право означает праведность, а лево — нечестие. Сегодня мы говорим, что право — это консервативный подход, а лево — либеральный. Но на самом деле право должно быть библейским, а лево — то, что не по Библии. Это две противоборствующие силы, и мы наблюдаем их битву каждый день. Библейское и небиблейское мировоззрение противостоят друг другу. Есть добро и зло. То есть в мире есть добро, но есть в нем и зло. Мы должны понимать, что есть и Люцифер, и есть Бог. Бог — Яхва, это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Люцифер был с Богом, но потом был изгнан и сброшен на землю. И он настолько зол, что пытается разрушить наши жизни. Мы должны понимать, что за душу людей идет мощное сражение, страшная битва. Друзья, когда мы просыпаемся, дело не в том, что мы идем на работу, чтобы оплатить счета и веселиться. Стоит вопрос жизни и смерти. Души идут в ад, потому что они не знают Иисуса. Сатана хочет захватить эти души и обольстить их. Он знает, где он окажется и хочет захватить собой как можно больше людей. Идет мощная битва за души людей, а также за благополучие народа Божьего. Послушайте, дьявол не хочет, чтобы у нас все было хорошо. Вы это понимаете? Он не хочет, чтобы у вас был успешный брак. Дьявол не хочет, чтобы ваши дети были успешны. Он не хочет, чтобы мы имели успешную жизнь, потому что он нас ненавидит. И он сражается против нас. Об этом говорится в послании к Ефесиным. Если вы откроете 6 главу, 12 стих, вы увидите. Мы должны пробудиться для понимания того, что идет битва, потому что наша брань не против крови и плоти. Само слово «сатана» означает «быть настойчивым». Он настойчиво атакует снова и снова. Настойчивость — это библейский принцип. Если мы настойчивы в своем поиске, мы найдем Бога. Дьявол знает, мы созданы по образу Божьему. Поэтому решил, что это сработает, если он будет настойчиво нас атаковать. Поэтому он всегда против нас. Но мы должны понимать, что мы сражаемся против дьявола, а не против, к примеру, своих супругов или против республиканцев и демократов. Битва идет не между людьми мира и церкви. Нет. Мы сражаемся против демонических сил. Библия говорит «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Вот против кого мы ведем сражение. И нам нужно четко себе это уяснить. И так было всегда. Началось это в Эдемском саду и продолжается по сей день. В саду был Сатана. И он сегодня с нами на земле. Мы не можем найти места, где его нет. Я помню, был в миссии брата Джека Дайера. Мы были высоко в горах. Джек Дайер был прекрасным миссионером. Он уже отошел к Господу. Я помню, что мы находились в прекрасном месте. Там была красивая река. Я оглянулся вокруг и с восторгом воскликнул «Боже, какая красота». Брат Джек был уже пожилым и очень мудрым, прямо как наш брат Ларри. И он сказал в ответ на мой возглас, «Ты должен понимать, что даже здесь живет дьявол. Силы, уступающие против нас, повсюду». Они были в саду, и они находятся в нашей жизни. Дьявол желает держать погибающее человечество в неведении и в неверии. Это план дьявола. Сделать людей вечно занятыми, чтобы у них и времени не было подумать о Боге. Мы называем это мышиной возней. Пока люди бегут куда-то, они в его ловушке. И это то, чего он хочет. Он хочет держать их в неведении и неверии, чтобы когда они умрут или когда Господь вернется, они провели вечность вдали от Бога. Это то, чего хочет дьявол. Но Бог желает, чтобы все спаслись. Их желание противоположное. Дьявол хочет, чтобы люди оставались потерянными, были в неведении. А Бог желает, чтобы все пришли к познанию. Все перепуталось. Либеральные умы, наоборот, говорят, «Придите и получите просвещение». Но тогда вы просветитесь ложью. Бог же говорит, «Я хочу вас просветить с помощью истины, потому что истина сделает вас свободными». Бог желает, чтобы люди познали Христа, а дьявол, наоборот, не хочет этого. Дьявол хочет, чтобы у народа Божьего возникали вопросы относительно того, что сказал Бог. Это происходило в саду и происходит сейчас. Дьявол выступает против нас тремя разными методами. Во-первых, он хочет, чтобы мы предавали Божье Слово сомнению. Он сказал Еве, «Подлинно ли, сказал Бог?» Он продает эту ложь людям и по сей день. «Подлинно ли, сказал Бог?» Друзья, послушайте, если вы не будете знать Слово Божие, вы не будете знать, что ответить дьяволу. И он сможет вас убедить, обольстить, отвести вас подальше от Бога. Господь желает, чтобы вы имели с ним такие отношения, какие у них были с ним в саду. Он желает, чтобы, как в саду, вы пребывали в благословениях. Но сатана хочет вырвать вас из сада, чтобы вы не были там, где Бог, но были вдали от него и его благословений. Будьте осторожны. Дьявол лжец и вор. Он отец лжи. Он желает, чтобы вы ставили Бога под сомнение. Поэтому так важно знать истину. Важно знать истину и не подвергать ее сомнениям. Он хочет, чтобы вы не верили, что у греха есть последствия. Он пытался убедить их, «Нет, что вы, вы не умрете». Он хочет убедить вас, что вы можете грешить, и последствий не будет, что вам не придется платить за ваш грех. Но Библия говорит, что грех всегда ведет к смерти. Что-то умирает. Грех влияет негативно. Итак, дьявольская ложь состоит в том, что у греха нет последствий. И также дьявол хочет, чтобы люди думали, что Бог что-то удерживает от них. Он говорит, Бог не хочет, чтобы вы обладали совершенным знанием и уподобились Ему. Это ложь. Бог говорит, я хочу, чтобы вы становились подобными Мне, преображались в Мой образ и познавали истину. Я желаю, чтобы вы ходили в этой свободе. Дьявол говорит, ты мог бы веселиться и радоваться жизни, а Бог удерживает это от тебя. Он удерживает нас от погибели. У меня в доме стоит ограда. Она стоит там не потому, что я хочу удержать своих коров от какого-то блага. Но чтобы мои коровы не сбежали и не попали в какую-то неприятность. Слово Божие и Его истины даны, чтобы мы были в безопасности, чтобы мы были защищены. В отличие от того, чего желает дьявол, Бог желает, чтобы вы доверяли тому, что Он сказал. «Не полагайся на разум свой, но доверяйся Ему». Верить, что если Бог сказал, то так оно и есть. Мы с вами живем при демократии, где люди имеют право голоса. Но при теократии у человека нет права высказать свое мнение. Если так написано в Писании, то так оно и есть. Если Бог так сказал, это есть истина. Бог говорит, что нам нужно верить в Его Слово и что Он обратит все во благо для нас. Если Бог так сказал, я в это верю, и вопросов быть не может. Он желает, чтобы мы верили в Его обетование. У Бога есть для нас масса обетований. Его обетование для нас «да» и «аминь». Он желает, чтобы мы ходили в Его обетованиях. Он хочет, чтобы мы осознали, что наша главная цель в том, чтобы жить для Него. Сатана хочет, чтобы мы жили для себя, были эгоцентричны. Бог же говорит, «Отвергни себя». Сатана хочет, чтобы мы ублажали свою плоть. Бог же призывает распять свою плоть. Потому что в процессе этого вы обретете истинную жизнь. Церковь нам важна понять. Входя в этот год, то, что не изменилось. Так было и в 18-м, и перед этим, в 2000-м, и в 1900-м году, и в 500-м году до нашей эры. А именно, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Кто же такой вор? Как его зовут? Зовут его Сатана. Послушайте, все, что он желает делать, так это убивать, обкрадывать нас и губить наши души. Нам важно это понимать. Мы должны осознать, что у нас есть враг и что он вышел на охоту. И он желает погубить вашу жизнь, жизнь ваших детей, вашей семьи, разрушить ваше влияние, уничтожить вас. Он хочет у вас все украсть. Такова его натура. И он будет идти на любой обман, искажать истину, как только можно, потому что его единственная цель погубить вас. Не верьте его лжи. Но Бог пришел для того, чтобы вы имели жизнь с избытком. Итак, враг так и норовит нас погубить, а Бог всем сердцем желает нас наполнить. Враг желает нас уничтожиться, а Бог желает нас благословить. Но мы должны понимать, что идет противостояние, идет битва. И когда мы осознаем, что идет это сражение, мы будем бодрствовать и сражаться, сражаться правильно. Не друг против друга, а против дьявола. Против властей, используя правильное оружие. И тогда мы сможем его победить и сможем иметь жизнь с избытком. И тогда даже то, что дьявол у нас украл, Бог нам вернет. Он все восстановит. Бог вложит в ваш дух такую неимоверную радость, что она сотрет всякую боль, которую дьявол принес в вашу жизнь. Бог способен на это. Он может. Я хочу, чтобы вы услышали историю одной чудесной пары. Сегодня я приглашу на сцену Трэвис и Кэйси. Это пасторы. Удивительная супружеская пара. Я очень их люблю и хочу, чтобы они пришли. Вы, ребята, служите в разных филиалах нашей церкви. Итак, выходите к нам на сцену. Давайте поприветствуем. Поприветствуем их. Крепкая пара. Сколько вы уже служите Господу? 15 лет, по-моему. В августе будет 15 лет, как они служат. Вы прекрасная семья, у вас прекрасные дети, вы всегда помогаете людям. Ваша компания работает во многих Штатах, и вы остаетесь всегда верными вашему служению. Это невероятно. Если посмотреть на ваш брак, только посмотрите, они стали похожи друг на друга. Правда, это здорово? Сразу видно, вы уже давно вместе, но не все знают, что у вас не всегда все было так гладко. Однажды они осознали, что им предстоит сразиться за свою семью. Если вы будете оставаться в неведении, дьявол возьмет всю вашу жизнь под контроль. Если здесь есть кто-то, у кого возникали трудности в браке, то их история послужит вам. Надежда есть. Если вы слышите меня сейчас, и у вас проблемы в браке, послушайте, надежда есть. Она в Иисусе. Он может все изменить. Я сказал, Иисус может все изменить. Трэвис, расскажи, что произошло, как Бог вмешался, и что с вами обоими происходило до этого. Спасибо, пастор, за возможность поделиться своей историей. Мы часто говорим людям, что с нами произошло. Это может помочь многим, и поэтому мы не молчим. Обязательно делитесь с людьми тем, что Бог сделал в вашей жизни, потому что ваша история может послужить кому-то. Это дар, которым вы можете поделиться с другими. Как пастор уже сказал, если ваш брак трещит по швам, как, к примеру, на утреннем служении парень сказал, мы уже расстались, надежды нет. Но надежда есть. Она не мертва, ваш брак может снова задышать. Вам поможет только Иисус. Я расскажу нашу историю. Мы начали строить свои отношения с самого начала не по Божьим принципам. Наш образ жизни вовсе не был тогда благочестивым. Некоторые знали нас до нашего обращения к Богу. Мы не были такими уж образцовыми людьми. Скажите, ребята, да? Некоторые люди до этого начинают сомневаться. Они говорят, мы ведь сначала жили не по Божьим принципам, поэтому мы не можем надеяться на благословенный брак. Но это ведь настоящая ложь, не так ли? Да, это ложь. Мы были в оковах сатаны, но вмешался Бог. Враг шепчет нам слова обольщения. Он побуждает нас проявлять агрессию по отношению друг к другу. Мы были очень сфокусированы на себе. Мы были в суете. Мы были обмануты и думали, что в центре нашей жизни мы сами. Мы хотели, чтобы все было по-нашему. Мы были горды и высокомерны. Мы ни в чем не могли согласиться друг с другом. В домашних делах спорили о том, как нужно делать сэндвич с арахисовым маслом. Спорили обо всем подряд. Это привело к токсической атмосфере в доме. Она была токсична для наших детей, родных и друзей. Никто не хотел находиться рядом с нами. При всей любви к нам, они не хотели все это видеть. Атмосфера была токсичной. Но по прошествии полутора лет, Бог послал в нашу жизнь благочестивую пастырскую пару. Они начали учить мою жену истине. В самых необычных обстоятельствах они делали это в любви. Пастыра из Дансенвилля. Да, благословенный город. Есть здесь кто-то оттуда. Мы любим всех вас. И вот пастыра Дона и Рэйчел Уэйс вмешались, когда нам до развода оставались считанные дни. Мы были намерены уйти из семьи. Мы были обмануты и решительно настроены на развод. Но Бог сказал, не сегодня. И Он послал к моей жене пастыров Дона и Рэйчел. Они начали говорить ей истину и делать то, что мы не могли. Они начали верить в наш брак и провозглашать жизнь в наш брак. Начали молиться за наш брак. Послушайте, вам нужно, чтобы люди молились за ваш брак? Семейные, скажите на это аминь. Нам нужен был кто-то, кто увидит то, что мы даже не замечали, потому что были обмануты. Они провозглашали жизнь, даже посеяли финансы в нашу жизнь. И это то, что заставило меня к ним прислушаться. Они были благочестивыми людьми. Все, что нужно, это 10 баксов, и вас начнут внимательно слушать. Они явили нам любовь Христа. Она была осязаема в форме этого семени. И мы начали слушать их. И, конечно, Бог манил нас к себе своей любовью. Я тогда и не подозревал, что произойдет впоследствии. Я сказал, хорошо, мы дадим Иисусу шанс исцелить наш брак, сделать то, о чем вы говорите. Я в это не верил, но нужно было попытаться в последний раз. И мы дали Иисусу право вмешаться. И через две недели Он сделал то, чего я никак не ожидал. Он спас не только наш брак, но и мою душу. Бог вошел в нашу жизнь. И Он послал нам еще одного пастора. Он рассказал нам об отношениях с Богом. И благодаря всему этому, она простила меня, я простил себя. Мы оба простили друг друга, и нам были прощены все наши грехи. Бог поставил наш дом на скале. Он дал нам будущее. Это сделал Иисус. Слава Иисусу! Кейси! Когда Трэвис рассказывал свидетельство о нашем спасении, о том, что Бог заменил наше старое сердце новым сердцем, прямо с момента, когда мы встали с колен после молитвы, мы знали, нам нужно радикально поменять свою жизнь ради наших детей и для того, чтобы Господь мог нас использовать. И первая перемена, о которой Бог проговорил к нам в сердце, касалось слова «развод». Мы должны были исключить его из своего лексикона. И это было обязательным условием для нас обоих – не произносить это слово. «Послушайте, ваши слова имеют значение, поэтому первое, что вы должны сделать, это очистить ваши уста. Не произносите слово «развод» и «смерть». В языке есть сила и власть. Жизнь и смерть во власти языка. И вам решать, провозглашать жизнь или нет. Избавьтесь от демонических слов. Отрекитесь от них. И уже никогда больше их не употребляйте. И я обрела через это свободу. Через то, что план «Б» не существует. Что мне никуда не убежать. Когда я осознала, что наш брачный завет навечно пришла, свобода. Но помимо этого нам нужно было научиться общаться друг с другом. Мы окружили себя благочестивыми людьми, пастырями и другими верующими. И Бог учил нас. Он показывал нам, что делать, как вести себя друг с другом. И мы приняли решение служить Господу. Мы должны были приготовить себя к Божьему плану для нас. Даже в последней неделе мы переживали духовную битву и не видели, что происходит. Враг знал, что мы будем свидетельствовать, и атаковал нас. Мы должны были признать, что Он это делает. Чтобы мы поверили Его лжи. Мы должны были произвести перемены и приготовить себя к тому, что имеет для нас Бог. И даже после 17 лет брака очевидно, что враг все равно будет атаковать вашу семью. Недостаточно просто верить, что Трэвис знает, что я его люблю, я знаю, что он любит меня. Нужно сражаться за свою семью. Как в хождении с Богом, так и в браке нельзя просто взять выходной. Но каждое утро мы берем свой крест и следуем за Господом. Так же и в браке каждый день мы посвящаем друг другу. Правда, прекрасная история. Давайте их поблагодарим. Вы большие молодцы. Давайте же похлопаем с любовью. Вот так. Я действительно надеюсь, что то, что вы услышали, придаст вам надежду. Если задуматься о том, что уже натворил дьявол в этой семье, он все разрушил, но Бог повернул это вспять. Если посмотреть на эту конкретную ситуацию, то ключом к восстановлению вашей семьи стало то, что вы ухватились за Бога. Порой, если в браке оба супруга не держатся за Бога, то такой брак восстановить очень сложно. Намного сложнее. Но я всегда говорю супругам, не старайтесь переделать вашего мужа или жену, но изменитесь сами. Вы говорите и делаете то, что правильно. Но что, если в ответ говорят обратное? Продолжайте провозглашать жизнь. Жизнь сильнее смерти. Во Христе, во Христе, я хочу ободрить всех вас. Друзья, я хочу, чтобы вы помнили, что дьявол против вас. Но вот что важно понять. Бог за вас. И это все меняет. Бог велел нам бодрствовать и распознавать многочисленные замыслы дьявола. Он занимается этим на протяжении веков. Он научился обольщать и обманывать. Он обольщал тех, кто мудрее и более святый, чем мы с вами. Поэтому мы можем это сделать только с помощью Божьей благодати. Бог велел использовать в битве конкретные орудия воинствования. И мы можем победить. Друг, ты можешь победить, если сражаешься с силой Божией, ведь написано, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Прямо сейчас дьявол строит замыслы против нас на 2019 год. Он строит замыслы против вашего брака, против ваших детей, против вашего будущего. Он строит козни, чтобы помешать воле Божией исполниться в вашей жизни. Он хорошо вас знает, знает ваши слабости. Он специально изучал вас, чтобы придумать, как бы заставить вас сойти с пути. Бог говорит, что мы должны бодрствовать, мы должны сражаться и одеться во все оружие Божие. Но если вы не доверяете силе Божией, то никакое все оружие вам не поможет, потому что без Христа мы ничто. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Если враг атакует нас, и мы не пользуемся Божьей силой, пытаясь отразить его атаку, то мы всегда будем в поражении, и ничего не сможем изменить. Нужно понимать, что здесь мало полагаться на самих себя. Здесь не поможет просто сила воли. Если бы мы могли победить дьявола силой воли, то Иисусу не нужно было бы приходить на эту землю. Ее недостаточно. Мы должны полностью быть зависимы от Бога, положиться на Него, довериться Божьей благодати и милости. Друзья, это единственный способ. Все другие гарантированно приводят к поражению. Единственный путь – это верить и доверять силе Божьей. Если вы просто дадите себе установку, «Я дисциплинированный человек, постараюсь сам одержать победу над дьяволом», вы обязательно потерпите фиаско. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok